Илита Артсплюй Продакшн представляет На самом деле, я когда прочитал про данное обновление, да, про изменения, немножко был в шоке Я думаю, это шутка? Что за бред? Что вы делаете с дотой? Вы реально ее убиваете? Ну что это за бредятина? Ну ладно, поехали Переработан мод АУПик рейтинговой игре Перед началом игры у каждого игрока есть 15 секунд, чтобы проголосовать за героя Затем из всех героев, за которых проголосовали, лишь половина из них будет удалена из пика случайным образом За одного и того же героя нельзя проголосовать более одного раза Я сейчас сыграл, решил проверить, я не успел уложиться в эти 15 секунд Поэтому игра начинается, вам нужно прям моментально в 15 секунд уложиться и проголосовать за героя, которого нужно выкинуть Не успели? Не успели Каждая команда имеет способность радар на мини-карте Показывает в течение 8 секунд, есть ли в 900 АОЕ указанной области вражеские герои Перезарядка Самое главное, не сканирует рошпит То есть, если там враги будут на рошане, сканировать там бесполезно, он будет показывать зеленую лампочку Но сканирует противника под действием смока Не показывает число противников, а только их наличие Противники не видят, когда вы используете радар То есть, вот у вас здесь карта Дота, да? Или здесь карта, у кого как И там прям в углу такая кнопочка радар Нажимаете, указывается на мини-карту Там появляется или красный кружок, или зеленый Или он может меняться в зависимости, есть ли там враги или нет Если красный кружок, то враги есть Количество вы не знаете, но они там есть Зеленый врагов нету Полный бред Я не понимаю, зачем это в доте Какие радары? Карл, в доте, древнее время Какие радары? Ну давайте сейчас там ядерное оружие Там, не знаю, лазеры будут стрелять повсюду Просто бред, дядя Просто бессмысленно Может быть для просто сцены Да, ну это какой-то реально бред Начальное здоровье повысили с 180 до 200 Это увеличение идет А за одну силу дают 20 здоровья вместо 19 То есть, говорит о том, что теперь герои будут жирнее А базовая мана увеличена с 0 до 50 Это все по минимуму имеется в виду За один интеллект дают 13 маны вместо 12 То есть, теперь они еще и умнее будут То есть, будет больше здоровья и больше интеллекта А за каждый 16 интеллекта у вас увеличивается урон от магии на 1% Кстати, это тоже что-то новое Раньше, получается, вообще урон от магии не увеличился Теперь он будет увеличиваться на 1% Это какой-то РПГ Это реально какой-то РПГ превращает доту Зачем? Я не понимаю Ну добавили бы нового героя Пофиксите парочку там Спектру, еще кого-нибудь Все, дота готова Измените рейтинговый режим А, увеличение здоровья крипов повышено с 10 до 12 Каждые 7,5 минут Ну, 7,5 Урон у вышки 2, да Теперь такой же, как и у вышки 3 Т2, Т3 Вышки имеют ауру Тоже я это, кстати, увидел Для союзников В том числе и для героев То есть, вы подходите к вышке Аура работает на вас и на крипов Т1 дает 1 армор Т2, Т3, Т4 дает 3 армора Радиус трисигм Вышек снижен с 900 до 700 То есть, теперь вы можете ближе подходить к вышкам с инвизом Первая баунти руна больше не дает опыта Ну, пускай будет так Опять же, зачем было менять? Вроде уже все привыкли к этой баунти руне Дальность атаки героев ближнего боя увеличена С 128 до 150 То есть, теперь, наверное, будет полегшим милишникам Длительность агрокрипов на линии увеличена с 2 до 2,5 секунд Перезарядка агрокрипов тоже увеличена За ближних крипов теперь дают 38 золота вместо 40 Золото за убийство крипов дальнего ближнего боя увеличивается теперь не на 1, а на 2 каждые 7,5 минут Опыт за ближних крипов снижен Но опыт за дальних крипов увеличен То есть, теперь в приоритете убивать дальних крипов Приоритет А теперь, чтобы получить 8 и 9 уровень Нужно получить 800 тысяч опыта вместо 600-1200 В принципе, здесь ничего не изменилось То есть, просто здесь понизили, здесь повысили Этериал теперь блокирует все атаки, которые находятся в полете А не только те, которые были запущены до использования Этериал Уклонение теперь используют псевдорандом Это вообще ни о чем не говорит вам, забудьте это слово Уклонение теперь рассчитывается при ударе, а не при замахе, старте, атаке Я думаю, это уже давно пофиксили Здоровье у кентавра снижено Так, а это кентавр? Это не кентавр Под еще такой кентавр корус Это может имеется некрономикан, имеется ввиду? Я не понимаю, что это Или это может быть кентавр, который в лесу? Ну, не знаю Здоровье кентавр корус, скорее всего, это некрономикан Снижено с 550 до 350 Армор снижен на 1 В лагере кентавров теперь два маленьких кентавра вместо одного Кстати, это тоже непонятное явление, я сейчас тоже сыграл То есть, получается, то спавнится один большой и один маленький То спавнится один большой и два маленьких Странное абсолютно обновление Сопротивление к магии у Рошана снижено Здоровье у Рошана увеличено Они будут читать цифры, вы сами все видите Так будет быстрее Опыт с убийства Рошана изменен То есть, уменьшили Вот, то есть, до 52 минуты Убийство Рошана будет давать меньше опыта, чем раньше Дабл дэмэдж и хоста теперь не снимаются иммунитетом к магии Следующие бафы теперь можно снять с помощью Порш Это Сон Спайдер Ну, вот вы видите перечисление Незначительные корректировки в механике дальности кастов У Иллюзии теперь работает дэмэдж блок О, это интересно, кстати, это интересно Дэмэдж блок Который мы делаем с помощью вангардов Из обычного щитка и так далее Исправили, ну, изменили Капитан Модс Время выбора героя снижено Дополнительное время увеличено Изменен порядок бана во второй фазе Изменен порядок пика в финальной фазе Теперь порядок пика бана выглядит так Ну, это, опять же, для прост-сцены Или кто играет СМ-моды Удален сильный тип армора Что это? Без понятия Я думаю, что в доте 1 только тип армора В Варкрафте В доте 1 Варкрафте Там было множество видов атаки И защиты Ну, идем дальше Армор Рошана изменен с базового на геройский Возможно, это было Просто не видели этого Урон Дарк Тролль А Саммер изменен с проникающего на геройский Урон Тоже изменен с базового на геройский Это получается, насколько я помню, это скилл Кунки Урон Темного Тролля снижен Снижен Да, и у скилла Кунки тоже снижен урон Запас маны снижен у Стормкрафтер И запас маны снижен у Сатира Ну, это лесные крипы Это, ладно Вот эти изменения, конечно, уже наркоманские Всякие радары Добавили предметы Казалось бы Вроде недавно уже добавляли предметы И они еще добавили просто миллиард Просто миллиард предметов И мало того, что они добавили новые предметы Они изменили все старые Просто все сборки старых предметов Теперь по-новому Bloodhorn Собирается из Оркита, Кристаллиса И рецепта за 1000 голды Дает 25 интеллекта 60 урона 30 скорости атаки 150% коррегена маны Активная способность Эффект Оркит Атаки по цели не промахиваются И наносят 1х35 урона Перезарядка 11 секунд Сохраняется пассивка критов Я уже где-то видел картинку По-моему, вконтакте Как там на Рошане На Рошана ультует ВР С этими новыми итемами И там вообще просто убивают его соло моментально Слушай, дисбаланс будет Эчо, Эхо или Эчо, Сабру Собирается из Обливаем Став и Огр Клав Напомню, что я изучал немецкий язык Поэтому английский у меня вот так как-то средненько Дает плюс 10 к интеллекту К силе и скорости атаки Это уже интересно Обливаем Став и Огр Клав А, плюс 15 к урону И 75% к регенерации маны Дает возможность нанести двойной урон С перезарядкой 5 секунд Замедляющей скорость атаки Передвижение врага на 100% На 0,6 секунд Работает только на героев ближнего боя Вот, прикольно Добавили саблю, да? Вот, когда я читал Я сразу подумал про Клинкза Клинкс Но здесь написано На ближний бой На самом деле интересно Обливаем Став Причем здесь вообще обливаем Став То есть это герой Возможно даже это неплохо Пойдет в какой-нибудь там В Рейдж Кингу Почему бы и нет В Рейдж Кинг Во-первых, ну, интеллект ему не помешает Да, и реген маны Но это для его ультимейта Самое главное Что у нас здесь есть Плюс к силе Он будет жирнее Огр Клаб Еще плюс двойной урон То есть у него как бы Крит есть Еще и двойной урон Вы представьте это Гули, гули Тоже, кстати, может хорошо пойти Ну, интересный предмет Ладно Само собой Какое бы ни было обновление Мы будем к нему привыкать Я думаю, очень долго Бликч Стоун Бликч Стоун Пассивка снимает Два армора У врага при атаке О, интересно Это типа Как дезолятор Используется для сборки Медальона и дезолятора А, я как раз сейчас Собирал дезолятор Играл за в Рейч Кинга Затащил просто в Солянова И там он собирался Через два хамера Этот новый предмет Получается, если мы просто Покупаем новый предмет Мы уже можем Не, это, кстати, интересно Вот это очень интересная вещь То есть за 300 голды Мы уже можем снимать Два армора у врага А это, по идее Еще будет очень полезно Тем, кто с ним Может снимать армор У которого есть Скиллы на это Типа Винга И тому подобное Винга Кэри Кстати, можно было Собрать ее Свардар А, дальше Новый предмет Инфузит Рейндропс Стоит 225 Я, кстати, тоже видел Там Пуш играл Собрал его Сам начальник купил его А, дает 0.85 К восстановлению маны А, имеет 5 зарядов Исчезает после всех Использования Когда вы получаете 50 магического урона Число зарядов уменьшается на 1 И следующие 120 магического урона блокируются Перезарядка 4 секунды Становится доступна для покупки с 3 минуты Не, я перепутал Пуш покупал вот это вот Этот предмет я еще не видел Вот Пуш покупал В прошлой игре Он пошел на мид Винд Лэнс Винд Лэнс Стоит 225 Вот, дает 20 скорости передвижения Несколько Винд Лэнс не стакается Используется для сборки Елов и Барабанов Не знаю, может быть это будет забавно Ну, в любом случае Вот мы уже видим Что Елу и Барабаны Собираются теперь по-новому Добавлю новый предмет Том-Ов к Нову Эйндж Как-то так Стоит 150 баксов Дает 425 опыта При использовании Становится доступна С 10 минуты Перезарядка 10 минут То есть Это как раньше было в кастомках Да, что вы можете покупать Книжки с опытом Типа Пуджи Варс Теперь можно это делать То же самое и в Доте Самое Не знаю Прикольно Посмотрим Добавили Пику Собирается из Форстафа Драгон Лэнс И Эдит Септа За 250 Дает плюс 25 К ловкости 15 к силе 10 к интеллекту 4 к регенерации здоровья 130 к дальности атаки Не стакается При использовании на противника Отталкивает вас И его на 450 единиц Позволяет атаковать на цель Без ограничений дальности Волл В смысле Без ограничений дальности Даже если ваш герой Ближнего боя На 4 атаки Или не более 5 секунд Не дает обзор на врага Работает как обычный Форстаф на союзника Перезарядка 14 секунд Дальность применения На противника На союзника 800 Я по-моему тоже видел Ее у врагов Я заметил Что я там С кем-то вроде дрался И меня отталкивало Ну посмотрим Не знаю про этот предмет Посмотрим как его будут использовать Например Вот этот неплохой предмет Вот этот кому-то тоже пригодится Его в любом случае надо собирать Ради этих новых Ну ради этих старых предметов Да Вот этот хороший предмет Мне понравился Вот этот тоже хороший вариант Этот тоже очень сильный В первую очередь для врки Думал шикарно подойдет Башер Урон Башера снижен Урон Башера, извиняюсь Снижен Со 127 до 85 Стоимость рецепта снижена То есть Башер, кстати Очень много раз Его нерфили И опять его понерфили Его по-моему так-то не то есть Собирает от Башера Практически Абисов Бой Теперь собирается из Башера Вангарда Уол Абисов Бой Собирается из Вангарда Карл Ну а из Фрог Прям дал бы по затыльнике Ему такого леща бы Просто отвесил ему Абисов Бой Теперь собирается из Башера И Вангарда И плюс рецепт За 1550 монет Суммарная стоимость Снизилась с 6750 до 6400 Дает 10 силы 10 атаки 250 здоровья 15 хп регена в секунду Монокос снижен Со 150 до 75 Перезарядка 60 Стало 35 Линза Бонус к магическому урону Снижен с 8 До 5 Смысла не вижу Не думаю Что кто-то собирал Линзу Ради Магического Урона Но возможно Они это сделали Да потому что Они выше Сделали новое правило Что теперь Каждый 16 интеллект Увеличивается Магический урон И типа чтобы Не бухухры-мухры Как раз и так и получится Что 8% выйдет в итоге Анимал курьер Время респауна Снижен С 140 до 120 секунд Слетающий курьер По-прежнему 180 Респауна Арамлет Использование Дает еще Плюс 5 брони Блэдмейл Теперь возвращает Урон Того же типа Который был получен В том же количестве Которое было получено До уменьшения урона От брони В сопротивлении К магии И тому подобное Работает По противникам С иммунитетом К магии О, прикольно Кстати Да Это вот интересно В любом случае Подняли Блэдмейл Бластон Количество начальных зарядов Убилищено С 8 до 12 Тоже подняли Бластон Баттерфляй Причем некоторые жир Некоторые Не выделены Жирным Перезарядка Флайтер Снижена С 35 до 25 Мало кто использует Кстати Вообще мало кто использует Активку Кримсон Гуар Перезарядка Снижена До 50 секунд Дезолятор Вместо рецепта Теперь нужен Вот я уже говорил Выше Диффуза Перезарядка Пуржа Увеличена До 2 секунд Сжигание Маны От иллюзий Ближнего Дальнего боя Снижена До 12 10 Сжигание Маны Героям Увеличено До 40 Дрэйгон Ланс Теперь собирается Из одного Огр Клаба И два Бэнс Оф Элвин Скин Дает плюс 15 Кмайта К силе И ловкости И 130 К дальности Атаки К силе Лоу То есть Пусть сейчас Сила Дальность Атаки Интересно Барабаны Теперь собирается Из брейсер Ринг Оф Регенерейшн Виндлэйнс И рецепт За 700 Монет Дает плюс 9 К интеллекту 6 к силе 3 ловкость 3 урона 3 регенерация Здоровья 9 к интеллекту Виндлэйнс Ну-ка подождите Демо Смотрите да Вот опять же Вот логика Виндлэйнс Дает нам просто Скорость передвижения Читаем Из чего Собираются Барабаны Брейсер Кольцо Орегена И ускорение Ну в брейсере Там есть Шляпа Которая увеличивает Все характеристики Да Но в любом случае 9 интеллекта Это не выход То есть уже обман То есть Уже опять Нелогично получается Составляющая Слабее Чем на выхлопе То есть Где здесь Плюс 9 к интеллекту Раньше было более Логично Кстати Еу 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 Скипетр Теперь собирается Из виндлэйнс Вместо Сэджи маск Летающий курьер Стоимость Снижена До 150 Но это хорошо Гем радиус Гема снижена До 900 Зачем снизили Я кстати Не знаю Вопрос 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 Госкипетр Перезарядка Снижена До 25 Гример кейп Монокол Снижен До 90 Гвардингрифс Который Как раз Недавно Снимал Стоимость Рецепта Увеличена До 1700 Тараско Теперь дает 45 сил Вместо 40 И 250 ХП Вместо 300 Ровина Алибарда Длительность Дизарма Увеличена Алибарда Тоже очень редко Собирают Это хорошо Что я Апают Вот реально Если бы Вот вы Собирали Алибарду В почти Каждой Игре Я думаю Это очень Сильно Решала Игру Если бы Кидать Кидать Ее На Кэри Вражеских Худ Больше Не требует Кольцо Оригена Линка Стоимость Рецепта Снижена До 1000 Лотус Орб Теперь Требует Энерджи Бустер Вместо Рецепта Теперь Дает 250 Маны Маска Маска Оф Маднес При активации Вы получаете На 25% Больше урона Вместо 30 На 25% Больше урона Ну это Опять Хорошо То есть Маска Теперь Не так Плох На самом деле Медальон Теперь Требует Блинк Стоун Вместо Рецепта Варды Обсерв Золото Опыт За уничтожение Изменены То есть Стоп О Как сильно Понизили А почему так Понизили Лол А длительность Снижена С 7 до 6 Опять Понерфили Варды Вообще Сильно Понерфили То есть Теперь Они Меньше Стоят Перезарядка Снижена И стоимость А Теперь Еще дешевле Лол Это уже Это хорошо Еще дешевле Скоро Они будут стоить 5 5 монет Карл Октайенкор Больше не дает Регенерацию Здоровья Регенерация Маны Снижена До 50 Тоже Очень мало Кто собирает Есть Герой Которым Нужно Собирают Но Все равно Редко Собирают Пайп Тоже Пайп Очень редко Собирают Очень сильный Примет Полезной Команды Против Массовых Скиллов Магического Урона Убрано Время Во время Которого Повторное Использование Баррилер Не возымает Никакого Эффекта Не Возымает Не Возымает Да Чужо Читать На самом деле Горно Начинает болеть Сразу Лан Пойнт Бустер Теперь Дает 175 ХП Вместо 200 И 175 Маны Вместо 150 Аква Бонус Броне Снижен До 2 Теперь Только Аура Дает Броню Урон Увеличен До 10 Тоже Магического Собирает Аква На самом деле Если Покупают Базилу То Они В основном Аква Не Апают Базила Бонус Броне Снижен До 2 И Ринг Оф Хэл Теперь Дает 6 ХП Вместо 5 Рот Оф Атос Партос Парамикс Удален Шанс Трай Страйк По Цели Даже Так Да Сен Шанс Ранения Увеличен До 20 Процентов Замедлено Изменение Замедление Изменено А Ну вот До 20 Если У вас Герой Ближнего Боя И До 10 Если Герой Дальнего Боя То есть Сен Плохо Собирать Для Дальнего Боя Лучше Для Ближнего Это Понятно На самом деле То есть Опять же Снайперу Не Очень Подходит Сен Шанс Ранения Увеличен До 30 Процентов Замедление Снижено Но Если Собирали Снайпера То Я думаю Собирали Ему Чисто Ради Жира Шадов Амулет Стоимость Снижена Это Хорошо Опять Для Саппортов Тоже Полезно Будет Который Собирает Глимер Кейп Сильвер Эйдж Теперь Собирается И Шадов Боит И Ультиматы Орг Оооо Да Ладно Интересно Интересно Бабки Пляшут У нас Во дворе Теперь Дает 15 Ко всем Характеристикам И Ближ 30 Ко ровную Скорость Атаки Но Больше Не дает Шанса Наложить Моим На противника В смысле Убрали Вообще Его Вы Что С дуба Рухнули Что ли Куски Дебилов Смоки Джи Джи Зарядка Джи Зарядка Понятно В магазине Снижена До 11 Минут Больше Не имеет Перезарядки На Героев Вот Как Да Соу Бустер Больше Не регенит ХП Регенерация Маны Снижена До 50% Талисман У воротов Стоимость Снижена До 1700 Том Портал Скроу Или ТП Стоимость Снижена До 50 Это Хорошо То есть Ворды Дешевле Телепорт Дешевле Я даже Не обрати Внимание Ты не смотришь Стоимость Телепорта Ты просто Покупаешь Его Лангард Восстанавливает 8 ХП В секунду Вместо 6 То есть Вг Поднимает И там Еще Вг Напомню Нам Нужен Для Abyssal Blade Abyssal Blade Карл Ты понимаешь Намек Дискорд Теперь Собирается Из Шлема Потом Двух Талисманов Ну Талисман И Рецепта Раньше Собираться Через Две Робы Двух Че Гонят То есть Мне придется Теперь Переделывать На своем Сайте Игру Да Ах Вы Ублю Ах Вы Кончиты Прис На моем Сайте Переделывать Игру Для Где Собираешь Предметы Викторина Ну Вы Ублюдочные Дает На 6 Меньше Интерлета Чем Раньше Владмир Аура Армора Снижена До 4 Теперь Пошли Герои Пошли Теперь Герои Абадон Замедление Сбалансировано Old Curse Аппарат А Ну Сбалансировано То есть Увеличили Замедление На 4 Уровне Ничего Не Изменилось Аппарат Время Призарядки Cold Fit Уменьшено Это хорошо Это хорошо Это хорошо Это хорошо Теперь Периодический Урон Наносится Не через 0.8 А через 0.123 Секун Тоже Хорошо Аппарата Подняли Аркварден Господи Сколько Что Понаписали Так что Вы когда Не лазит Флакс Больше Не замедляет Юнитов Иммунит К магии Дебав Флакс Теперь Можно Снять Помощь Пёрдж Или Пурдж Перниш Перниш Замедление Old Flux Снижено Время перезарядки Магнетик Филот Уменьшено Время действия Магнетик Филот Увеличено Я буду считать Цифры Это бесполезно Вы все увидите Сами Магнетик Филот Теперь Дает Уклонение Только От Атак Врагов Находящихся Вне Поля Понимаешь Вне А стоимость Маны Спарк Врейдж Не знаю Почему Так его Изменили Вроде Вот уже Очень Редко Брали А теперь Спарк Врейдж Накладывается Сбалансировано Урон От Спарк Врейдж Темп Сдабл Темп Сдабл Больше Не имеет Стоимости Маны Здоровья Для Применений О Это тоже Так Интересно Это его Ультимейт Уклона После Вызова Время Восстановления Предметов Способности Становится Таким же Как и У героя Во время Каста Да Темп Сдабл Больше Не копирует Рапиры И Гемы Да ладно То есть Теперь Получается На этого героя Нельзя собрать Рапиры Да вы что Уеба Ой Время Перезарядки Темп Сдабл Уменьшено Время Действия Темп Сдабл Снижено Долбло Долбло Даже не Долбло Долбло Добавлено Время Каста Для Темпест Так Будет Называть Темпест Перерост Силе Увеличен Теперь Станет Жирнее Герой Перерост Интеллект Увеличен Стал умнее Жирнее Умнее Такое В жизни Вообще Не бывает На самом деле А нет Бывает Наоборот Наоборот Бывает Стал Жирным И типа Умным Акс Изменен Тип Урона С физического На чистый Вот Это уже Прикольно Тейбл Ультимейт Урон От ультимейта Сокращен До 180 Бэйн Затраты Маны Снижены Инфибол Тоже Хорошо Бисмастер Дневной Радиус Обзора Сокола Уменьшен Ночной Радиус Обзора Сокола Уменьшен Сокол Стал Слепым Ему Выколили Глаза Просто Сокол Выколили Глаза Не знаю Бисмастер Каким был Силен Таким Остался Очень Сильным С своими Кабанами Которые Замедляют Это вообще Невозможно Уйти от него Бластикер Добавлен Апгрейд От Аганима Дает 2 заряда Рептура Время Установления 1 заряда 40 секунд Время Каста Рептура Улучшено Улучшено Не увеличено А улучшено А То есть Теперь он Быстрее Кастует Все я понял Правильно Написали Улучшено Увеличен Прирост Силы То есть Бластикер Подняли Неплохо Смотрите Увеличили Силу Время Каста Стало Быстрее И добавили Ему Аганим Аганим Скипетал Баунти Хантер Стоимость Маны Шадоу Валк Шадоу Валк Увеличена То есть Теперь Ну его Одна Баунти Хантера Понизили Это 100% То есть Теперь ему Будет Сложнее С маной И с невидимостью Брюмастер Способность Пульвариза Пульвариза У земляной Панды Урон По зданиям Увеличен 2,5 раза То есть Теперь Панда У нас Чисто Пушер Демолиза Это по-моему Есть такой Скилл У Мишки У Андроиды Насколько я помню Если я не путаю А я Часто путаю С чем-нибудь Всю жизнь Ладно Изменен тип урона Земляной И штормовой Панды Может с дальнего Боя Героический Героический Господи Герой Видел я таких героев Тип брони Всех Панд Изменен На Героический Сильный Раньше был Тип брони Сильный Сильный Тип брони Да Урон Земляной Панды Снижен Урон Штормовой Панды Уменьшен Урон Огненной Панды Увеличен Доплиش Урон От Вин Вэлк Штурмовая панда увеличена. Бристалбэк. Граница получения урона у Бристалбэк снижена. Понерфили. Радиус. А, подождите. Или нет. Наоборот его подняли. Все нормально у него. Радиус на Салгу улучшено увеличен. Нет, с Бристалбэк все хорошо. Кентавр. Время перезарядки Дабл Эдж уменьшено до 6. Кентавр подняли. Кентавр подняли. Увеличили его ультимейт. Стампида. Стампида. Виндапида. Чен. Хант ов гуд. Теперь лечит подчиненных видов не полностью. А только на указанное значение. А раньше полностью. Клак вверх. Урон от батарей увеличен. Очень напомню, что у него один из самых сильных скиллов в доте. Если весь первый скилл. Это же первый скилл, да? Да. Если весь первый скилл войдет в одного героя. Там колоссальный урон. Колоссальный. Дальность длительности отталкивания от поваркок изменены. Дальность длительность. То есть, ну не... Ой, господи. Аж целых два. Две. Прям две единички убрали. О-о-о-о. Ну от гейп. Ну и... Говноед. Ну это... Вот это вот изменение нам вообще никак не повлияет. Настолько она никчемная просто. Вот это вот хорошее изменение. Так что... Клак вверх подняли. Кристалл Мейден. Время установления кристалл нового сокращено до 9 секунд на четвертом уровне. Дегенерация маны Кристалл Мейден от четвертого уровня усилена до 8. Ладно, давайте быстрее считать. Далзу. Дальность каста Поисон расширена. 750 теперь. Дэйдж пропит. Спирит Сифилис больше не дает обзор цели. Изменен... Ха-ха. Господи. Как можно его назвать Спирит Сифилис? Вы что? Дегенераты что ли больные? Да. Изменен... Все, понятно, короче. Дальше можно не читать. Изменен тип урона Спирит Сифилиса с чистого... Реально, видели, какой у нее скилл это, да? Реально, сифилис. С чисто на магические способность больше не пробивает иммунитет к магии. Господи, я могу считать это слово. Быстрее надо пройти. Увеличенный урон, длительность, все понятно. Дальность разрыва, сифилис разрывает пукан. Базовая сила снижена. Все, короче, пошла в жопу, тупая дура. А, Дизраптор, очень сильный, кстати, герой. Ну, полезный саппорт. Ауе, кинетика, филд увеличен. Ладно, все, хватит. Меня просто порывило, то второе дыхание открылось. А, Драгонг Найт, ДК. Уменьшение урона от огня повышено. То есть, напомню, когда мы первый скил используем, да, мы в лицо сквертуем, сквирт, то у врага уменьшается урон. Сбалансировано время перезарядки огня нашего первого скилла и базовый урон увеличен на 4. А, Дроп Рейджер, Дроп Рейджер, Дроп Рейджер, подожди, Дроп Ра, Дроп Ранжер, Дроп Рангер. Дроп Рейджер, ладно, поставь на нее. Дер, короче, Дроп. Время каста гаст улучшен. Я старался быть серьезным, честно. Я очень старался. Я так читал с умным выражением, но все у меня пробило. Эр Шпири, скорость отброса снижена, базовая скорость передвижения уменьшена. Это наш смеш, напомню вам. Эр Шейкер, шейкер, короче. Вот до чего давай дота. Вот я почитал текст, полстраницы, все, у меня просто вытек мозг. Просто из ушей вылезла жижа. Шейкер, Эр Шейкер. Переработанное улучшение от Аганима. Кстати, да, мне написали уже вконтакте миллиарды раз про это. Что теперь тотем становится нацеливаемой на землю, способностью с дальностью применения 900. При использовании герой подпрыгает в воздух и приземляется в указанные точки, после чего использует в ней тотем. При использовании себя способность будет вести свет, как раньше. То есть теперь даггер покупать особого смысла не имеет. Вы просто покупаете ему Аганим, используете тотем, и он вместо даггера ныряет в указанную точку. Там делаете проказ. Элдер Титан. Урон от Эхо Стомб увеличен. Эхо Стомб срока срочки пробуждения. Юнитов при получении урона повышен. Вот опять же, подняли Элдер Титана. Очень редко. Нереально редко его берут, господи. Энчантрос. Я уже прочитал в контакте, что ее понизили. Урон от Эмпенту сокращен. Ну так, немножечко. Максимальный урон от Эмпенту снижен. Оооо. Вот это вот уже сильно неплохо. Да. То есть если раньше был максимальный урон 625, независимо от насколько далеко. То есть если даже враг будет в другой части карты убежить за это время, то больше этого значения не могло быть. А теперь почти в два раза меньше. Это хорошо. То есть все. Энчантрос мы зачеркиваем. Энигма. Исправленный работающий на Кабана и Сокола у Бистмастера Демоник Конвершн. А я даже не пробовал ни разу. Вау. Войт. Дальность применения Тайм Вейлк увеличена. Время каста Тайм Вейлк подняли до 0.3 секунды. Время каста, то есть он тоже кастуется. Ну, раскащегаривается. Время восстановления Тайм Делэйшн повышено. Замедление ОТайм Деволюшн. Деволюшн. Какие-то тупорывые слова. Что за данные? Почему таки слова придумывают? Написали просто там ТД, например, и все. За каждую способность, находящаяся в перезарядке, изменено. Урон от Тайм Лока больше не удваивается в Хроносфере. Вот. Это хорошо. Увеличен урод от Тайм Лок. Теперь Аганим Скипетр не повышает длительность Хроносферы. А зачем вообще мы тогда Аганим? Я еще даже не помню. КД в смысле снижает? То есть теперь Аганим на война просто снижает КД, да? Понятно. Гирокоптер переработан на улучшение от Аганима. Кстати, мне никогда в жизни в истории существования тут не нравился Аганим на Гирокоптер. Я считал это всегда бесполезным говном. Просто стреляет он ультой, никого вообще не убивает в любую точку карты. Весьмолезно. Валь, вы прислушались к моему мнению, в моих мыслях? Гейб читает мысли. Добавляет Сайдгунер. Сайдгунер. Атакует случайного врага в радиусе 600. Каждая... Что? Господи, что за набор слов? Что я вообще прочитал? Это Библия, что ли? Добавляет Сидгунер. Атакует случайного врага в радиусе 600. Каждая 1,4 секунда. А! То есть у нас есть область, круг 600. И каждая 1,4 секунды, да? Атакует случайного врага. Те же правила, что и у Рокет Бередж. Стреляет, если оглушен, но не стреляет, если находится под действием. Понятно. Все ясно. Начальный урон уменьшен на 4. Хускар. Максимальный бонус скорости атаки от Блад повышен. Это хорошо. Хускара подняли. Инвокер. У всех десяти способностей. Теперь есть время каста 0,0,0,0... 0,5 секунды. Калл снайп можно задиспейлить. Ну, то я его вроде читал, уже вышел или не читал. Время перезарядки... Гост высок увеличено. Радиус обзора Торнадо сокращено. О, это хорошо. Здоровье у 4G теперь базируется на уровне кваса. Хорошо. Базовый интеллект снижал Это хорошо, инвокера понерфили Ну, это хорошо Потому что за него играют через скрипты Спасибо кое-кому Джакира Длина макропиру увеличена Очень редко берут Джакира Очень редко Макропиру это его ультимейт, напомню Ой, ультимейт Извиняюсь, мои дорогие Макропиру это Плевок физиономию Макропиру больше нельзя кастовать на юнита Время действия макропиру Улучшено аганим скипетр, повышено 20-30 Макропиру это же скилл, где плевок Ее, да, это же не ультимейт Типа аганим увеличивает макропиру, что ли? Ладно А, Джаггернаут, я могу здесь перепутать, кстати Не слушайте меня, я дауннич, у меня 200 ммр Макс Джаггернаут, хилинг варк Теперь следует за героем по умолчанию Я думаю, это логично Всю жизнь было, зачем они это убирали, я не знаю Коттл, скорость передвижения увеличена Так, ладно, надо прибавить скорость Акунка, урон от торрент теперь равномерно наносится за 8 тиков Раньше половина урона наносилась при старте, а остальная за 10 тиков Время оглушения от торрент поднято Стоимость маны торрент сбалансирована Базовая броня увеличена на 2 Легион командер Дуэль больше не игнорирует статусы дизарм и этерио у обоих целей То есть если виницы под действием хекса Больше не смогут атаковать, находясь под эффектом дуэля Время действия дуэля улучшено Ну я снимал про это видео Время действия дуэля улучшено аганимом увеличено Ну бесполезный аганим на дуэль И легионко Лич Замедление от фрозблата и чайн фроз Теперь независимые дебафы То есть такаются друг с другом Прикольно, это очень сильное замедление То есть враг как киборг идет Чайн фроз больше не отскакивает на зомби от Томс Тон Ну это логично, хорошо Теперь Лайфстиллер Теперь инфест можно использовать на древних крипов только со второго Вот это хорошо Это очень хорошо То есть если раньше там гуля кусок дауна Залазил на первом уровне в древнем крипа И как даун еще просто бегал Вообще ничего не делал Просто бегал, бегал за древнего крипа Бесполезный кусок мяса То теперь это работает на втором уровне Прирост силы увеличен То есть в принципе вот это вот изменение Оно вообще никак не повлияет на лайфстиллера Просто аутяги не будут залазить в крипов раньше второго уровня Но гулю подняли до трех Очень сильно, очень сильно подняли Прирост силы 3 это Это очень много Это очень много Лондруид Гентанглэ у Спиритбисер Теперь использует псевдорандом Бесполезное слово Бонус к урону от Баттлкрай снижен Как же я выкладывал в бак Они же в бак не пофиксили Они же далничие Луна Прирост ковкости повышен Магнус Базовая скорость Восстановление здоровья увеличена Я буду подчеркивать Чтобы вы могли прочитать цифры Так будет быстрее на самом деле Вы видите Еще очень много читать Начальный урон поднят на 4 Медуза Повышение урона от Стонгаза увеличено Длительность Стонгаза сбалансирована Замедление от Стонгаза снижено Мипа Начальный урон увеличен на 4 О, шикарно То есть Мипа теперь стал сильнее Мирана Добавлен Аганим Добавили Аганим Миране Каждые 8 секунд пассивно срабатывает Что? Что твою мать? Стар Сторм Это когда у нее звездочки падают То есть просто она собирает Аганим Она ходит по карте И каждые 8 секунд срабатывает ее Звездопад Понимаешь? Если есть рядом враг Если врага нету Звездопад не срабатывает Интересно, как она работает на Инвизоров Она, наверное, не будет срабатывать Но это необычно на самом деле Ты представляешь, ты собираешь Мирану Собираешь Еганим Хожешь по карте И тебе каждые 8 секунд срабатывает Звездопад Интересно Пассивно срабатывает Интересно, а он КД у них будет идти? То есть я могу сам потом еще нажать Если можно, то это вообще двойной звездопад Это вообще не закон Морфлинг Урон от Урона Репликейшн повышен Время перезарядки Гибрида уменьшено Очень сильно, кстати, уменьшили О, а что так жестко? Урон Репликейшн повысили До 80% Перезарядку уменьшили гибрида Вы что? Вы что, совсем? Нога Сирена Урон Иллюзии Мирор и Мейдж увеличен Скорость регенерации здоровья Во время сна Улучшенный аганимум повышена Теперь Сон действует на таких юнитах, как Големы Это, наверное, имеется в виду Варлок Голема Натуральный проповедник Золото за убийство трентов поднято То есть теперь лучше не филить трентами Радиус обзора трентами снижен Некрофос, Дихмофос Увеличено время возрождения от косы Увеличение время возрождения от косы уменьшено То есть если мы кинули косу на первом уровне ультимейта То там плюс 10 секунд И убили с косы То есть понизили На втором уровне 2 На третьем уровне, как обычно, было 30 Ну Это, в принципе, плохо для Некрофоса Безусловно Раньше, когда он на 6 уровне на тебя ультует И плюс 30 секунд возрождения Это было печально для героя Множитель урона от косы усилен Это хорошо Вот это повысили его Это понизили? Ну как понизили? Ему посрать Для него это никакого изменения А вот для врагов это стало лучше Что теперь у них 10 секунд будет Ладно, поехали Никс Исправлен на спайкетт Карапасы Не предотвращающий получение урона От иммуна к магии врага Базовая скорость восстановления здоровья Убеличена Омник Диген аура Теперь не пробивает иммунитет к магии Оракул шланишки на каков Добавлен аганим Уменьшает время восстановления Флэймес До 1 секунды И улучшает время каст Ну, как-то так себе Хотя Не Безусловно, улучшает Вот это изменение шикарно Но вопрос в том Стоит ли это собирать аганим на него ОД Кража интеллекта Аркан орбс Снижена Ага О, это плохо Это понерфили Стоимость мана Аркан орб О, как понерфили Я понимаю, что ОД Довольно сильный герой был Но что, прям Настолько его сильно нерфить Как-то глупо Его не пикали почти в играх Очень редко его брали Дальность каста Астрала уменьшена О, кусок дерьма Ну, они просто удалили его из доты Вот видите, вот Логика Двух дауничьи Один дауничь это Гейб нюб Да Гейб нюб Второй дауничь это Айс фруги Айс фруги Казалось бы Был сильный герой ОД Я понимаю, что он был сильный Я сам говорю это всегда Но его не брали в каждой игре Он не настолько был сильный Но В итоге Они его сделали Нулем Так почему Не могли сделать среднее Теперь никто Вообще не будет брать Этого героя Фантом Отсоси Даггер Теперь наносит физический урон В размере 60 плюс 70 процентов От урона героя Ммм Это че-то жестко Аа Это очень жестко То есть теперь Есть смысл Собирать фантомку Именно на дамаг Все-таки там Дезолятор Это все будет шикарно Какие дезоляторы Ааа Господи Сузи Мне аж плохо стало Поштил Все модификаторы Атаки срабатывают И ведут себя Как словно Их нанес герою Скорость поворота Увеличена с 0.4 До 0.6 О Кстати он теперь медленно Поворачивается Как СМ кабутка Сколько дерьма тупого Феникс Аганим Теперь так же Повышает число атак Требуем для разрушения Это хорошо Вообще никто не собирал Аганим на феникса Ни раз такого не видел Апак Увеличена скорость Иллюзия орб А теперь иллюзия У пугны Наносит урон Еще раз Пугна Теперь иллюзия Наносит урон По ворду Столько что-то Крепы Плохо для пугны Рейзор Дальность разрыва Пугана Статик линг Поднята на 100 Рики добавлен Капитан Модс Ну уже можно добавлять его Дополнительный урон От блинка Увеличен Время каста Трик от рейд Улучшено Время восстановления Трик от рейд Снижено Рубик Урон Урон Федеболт Увеличен Ну урон От болта Рубика Вы понимаете Там какая у него болтяра Бонус К сопротивлению К магии Повышен Увеличена скорость Поворота То есть О он так был шустрый В принципе Ну ладно Сын кинг А Стора Максимальная длительность Переделана Да ладно Да вы че гоните Да То есть Это наш Второй скилл Это песчаная буря То есть Раньше было 2 секунд Теперь сюда 50 В принципе Это неплохо Это очень хорошо Его очень сильно подняли Считай что В первую очередь Для леса Раньше 2 секунд Было мало для леса То есть Ты не успевал За это время Убить крипов Не хватало Этого времени Теперь хватает Вот это вот 80-60 Это нахрен не усралось Они не нужны Вот эти вот Две цифры Подняли Хорошо подняли То есть Скорпиона В лес вообще шикарно Тем более Я сейчас сделал скрипты Ой Что можно творить Вы понимаете Да Шадов демон Шадов демон Урон иллюзия От Дизрэпшен Увеличен Повышен Время перезарядки Соулкетчер Уменьшено Шадов Это Так Шадов Фиент Дальность полета Линии урона Ригвинсоулс Изменена Начальная ширина Ригвинсоулс Увеличена Конечная ширина Кстати в этой игре Говорил я сыграл Сейчас да Я играл за Вриджкинга Разорвал в жопу Врагам Там против нас Играл СФ Беспрезный кусок Дерьма Просто кусок Дерьма Так что СФ Можете не брать Даже Конечная ширина Ригвинсоулс Переделана Агоним Скиплет Теперь так же Увеличивает максимальное Число душ Бла 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 Но не интересно СФ Не интересен Если его нафить На миду На миду нафить Его 0.10 То он будет сильный А так Это кусок Кашки Так Шадов Шаман Механика Сплэша У Вардов Переработан Теперь Носит 75% Урона В виде Сплэша В радиусе Вот это Кстати Очень хорошо Сайлансер Последнее слово Больше не замедляет Скорость Передвижения А я даже не помню Замедление какое там было Наверное Минимальное Аркан Коррус Начальная продолжительность Снижена До 6 Теперь Замедляет Скорость Перемещения А Они перекинули Замедление На другой Скилл Перезарядка Увеличена Виздом Довольный урон От интеллекта Изменен Ну здесь понизили То есть в начале На первом уровне Побольше будет Но на последнем Поменьше Ну да Ну как понизили В принципе Повысили То есть если Первый это уровень Это же как бы Начало игры То это весомый Аргумент Но 5% Не так много Ладно Скаймак Мистик флары Скипетр Длительность увеличена Мистик флайер Скипетр Перезарядка увеличена Уже скоро конец Мужики И девушки Вы рады Да Кто вообще смотрит До этой минуты Кто досмотрит До этой минуты Я не понимаю Кто Кто еще слипчик этот Снайпер Шрапнель Урон увеличен То есть раньше Была шрапнель Очень сильная Аж вышки сносила Понерфили Теперь опять поднимают Ну что ж Вы за Спектра Вот надеюсь Что ее понерфили Меня так заколебало Спектра Я говорю что Спектр это чит Герой Читтер Даггер Замедление Больше не действует На юнитов БКБ Бесполезно Хаунд Перезарядка увеличена Ну бесполезно Это ультимейт Наш Хаунд Иллюзия От скилла Теперь можно глушить Бесполезно Вот прирост Ловкости Снижен Это неплохо Неплохо Представьте У нее Прирост ловкости 2-2 А у Гули Прирост К силе 3 Ты понимаешь 3 Жопу Подотри Ладно Шторм Спирит Добавлен Аганим Электролит Вортекс Теперь действует На всех Видимых Юнитов Радиус 445 От героя Ооо Прикольно Ну я еще раз говорю Что скилл Прикольно работает Мне очень нравится Но кто бы собирать На него Аганим Хотя может быть Будут Почему бы и нет Смотрите Аганим Да Могут собирать Посмотрим Мне кажется Что это Может повлиять И возможно Вернуть шторма А что ему собирать Ему что Бластол Собирать Всю жизнь Можно собрать Ему орки Потом собрать Аганим Мне кажется Шикарно будет А свен Базовая скорость Передвижения Снижена Аж на целых 5 единиц А тиробой Стартовая броня Увеличена На 3 Кстати это тоже Хорошо Для него Хорошо Хорошо Да Я просто думал Так Тимберсавт Дэйдж Длительность Дебафа Увеличена Это который Наспилан Сука я помню И реактивы Армор Регенерация И бонус брони За каждый стак Пассивки Увеличен А тинкер Шминкер Монокост Изменен От рейер Больше не перезаряжает Пайп Это наш ультимейт И базовый интеллект Увеличен Так еще раз Монокост Понизили Да То есть это лучше Стало для тинкера И интеллект У него стало Еще больше Ну не знаю Не в любом случае Здесь тинкера подняли Но я думаю Это невесомое Невесомое поднятие Посмотрим Трейн протектор Радиус поиска деревьев Вблизи героя снижен Пауза при поиске дерева Вблизи героя снижен Сколько я помню Это инвиз В смысле Скорость передвижения Да Это инвиз По идее Это личинка Перезарядка снижена На самом деле Трейн протектор Это тоже Один из моих Любимых героев Был в свое время Но это как Саппорт Само-самое То есть Просто увеличена Скорость передвижения И снизили Перезарядку Ну так Секло Ничего не интересного Тролль Аксис Перезарядка Скива В форме Дальнего боя Снижена И фервор Максимальное количество Стайков увеличено До 7 Ну Троля подняли Молодцы Таск Перезарядка Снижена С 12 до 8 Это знаменитый Кик его Ваурус кик И урон увеличен До 350 Неплохо Неплохо Ваурус кик Андайинг Топ стон Том стона Теперь за Господи Иисусе Том стона Теперь засчитывает Атаки Получаемые От иллюзий Героев Как за атаки Крипов Венгл Фулл Спирит Мэджик Миссовать Длительность Оглушения Изменена Вайпер Пояс он Атак Больше не Орб Эффект Вообще Посрать Вообще Просто Посрать Висаж Гравикипер Клак Время На установление Одного Своя Брони Снижена Гравикипер Клак Минимальный Порог Урона Нужный Для снятия Одного Своя Брони Увеличен Стон Форм Длительность Оглушения Снижена Варлок Шадов Ворд Дальность Каста Увеличена Шадов Ворд А Фатал Бонс Это Кости Это Скрепление Перезарядка Снижена И Флейминг Фист Шанс Рабатывания Увеличен Вивер Таймлапс Теперь позволяет уклониться от летящих на героя снарядов Таймлапс Кипитер Перезарядка Снижена До 16 Теперь сразу можно проходить Сквозь Ну вот Вивер Теперь можно сразу проходить сквозь юнитов При использовании Шукуши Ранее мог только после полного хода в инвиз А Типа Сделали Как будто у нее фейзы срабатывают При нажатии на скилл Ну понятно Ну тебе же тоже понятно, да, друг мой? Тебе же понятно И Виверна Добавлен Аганимский Петер Артик Берн Становится Переключаемой способностью И снимает 40 маны в секунду Стоимость активации Отсоции прежней И больше не имеет О, прикольно И больше не имеет Количество атак По одной цели Это очень интересно Но опять же Чтобы собирать Не знаю Винтер Керос Длительность передарядки снижена В Ридж Кинг Вот Как раз я за него играл Я даже не знаю, что изменили А Да Я видел Я читал Изменения в самой доте Там Мортал Страйк Теперь увеличивает критический урон Ихс 2 Если цель не герой Ну, грубо говоря Урона по идее Критического Два раза больше По крипам По древним По обычным По всем крипам Это хорошо То есть фармить Теперь по идее Легше будет Папич Папич Ты же меня смотришь Да, Папич Привет, Папич Так что пикай В Ридж Кинга Обязательно Зевс Статик фил Урон снижен Статик фил Урон больше не отключает Блиндаггер Это интересно Интересно И ультимейт урон снижен То есть понерфили Зевса Это хорошо На самом деле И наконец-то Уже финальная стадия Карта Скорректирование Положения Нижней Т2 У радиантов И ближайших Деревьев Ну вы это увидите Когда зайдете в доту Что мне он говорит Вы зайдете И все это увидите Я просто Читаю Что изменили Рампа у дайеров Секрет шоп Немного смещена К древним И стало чуть И стало чуть уже Мне не обратил даже Внимание Я говорю Сейчас играл Не обратил внимания Увеличена ширина Рампы нижней Т2 У радиантов Добавлена новая Рампа слева От нижней Т1 Дайер Добавлен новый Спот для варда В центре леса Дайер Вы тоже То же самое увидите Изменен Спавн бокс Сильного компа Кремпов Компа Компа У не комп Есть Карл Комп А Компа Ладно Я думал У них комп Есть у крипов Сильного Компа У крипов У радиантов На нижней линии Т3 Вышки Бараки Теперь расположены Дальше От подъема На хайграунд Раз Два Три Который как раз Возле базы Ну сразу Подъем к базе А это хорошо Это стало легче По идее Дефать Будет гораздо легче То есть Врагам Еще плюс в том Что Теперь врагам Будет тяжелее Достать до них Стоя Внизу На ловграунде Понимаете Да Раньше Например Типа героя Как энчантер Или снайпер Да С огромной Дальнейшней Атаки Могли вообще Нарезать Теперь им Будет сложнее Это делать Скорректирован Проход Среди Скоплений Деревьев Слева От Т1 Вышки С Дайер На средней Линии Добавлено Небольшое Место В деревьях В левом В верхнем Лугу Среднего Лагеря Нейтральных Крипов Радиантов Мид Линии Уменьшена Область Появления Нейтральных Крипов По близности От нижней Линии Дайер Добавлено Новые Проходы К деревьям Слева От Т1 Вышки На верхней Линии Радиантов Добавлено Новые Места Для Манса Мансы В деревьях Возле Т2 Вышки Со стороны Радиантов Т4 Вышки Радиантов Отодвинут Друг от Друга Вообще Посрать Добавлено Небольшое Добавлено Небольшое Потайное Место В деревьях Чуть Выше Т2 Вышки На нижней Линии Тьмы Опять же Вы это Все Посмотрите Сами То есть Отдельное Видео Снять Для Изменения Карты Смысла Не вижу Область Появления Средних Нейтральных Крипов В лесу Сил Радианс Немного Изменила Своё Положение Удалено Дерево На Клифе Дайр Возле Верхней Руны В смысле Которое Возле Рошана Что Ли По-моему Дерево Там Было По-моему Это Наверное Оно А Верхняя Руна Нет Это Наш Не Оно Появились Два Дополнительных Дерева Справа Сверху От Т Одной Вышки Господи Аж Два Дерева Спасибо Вали Спасибо Гейб Спасибо Тебе Большое Я Тебе Люблю Два Дерева Добавил Группа Деревев Чуть Ниже Сильного Спауна Нейтральных Радиан Перемешна Правее Чтобы Изменить Видимость Линии Для героев Находящихся По-близности Добавлено Небольшое Место По-близности От Лагеря Маленьких Нейтральных Крипов Дайер Исправлена Ошибка При которой Крипы На спауне По-близности От сложной Линии Радиан Не всегда Были Видимами Досрать Я хотел Все Я Прочитал Господи Придя После работы Уставших Я осилил Прочитал Я не знаю Сколько видео Я записал Наверное Около часа Будет Наверное Точно В любом Случае Наверное Два человека Досмотрели До конца Видео Ровно Два человека Это осилили Если ты Друг мой Досмотрел До конца Видео Поставь Где-нибудь В описании Напиши Плюсик Просто напиши Плюсик В комментариях Чтобы я потом Зашел И увидел Что столько людей Досмотрели до конца И столько Оценили Мой Труд Про обновления Я уже сказал Что Давайте мы Итог подведем Раньше Я обновление Принимал Сразу Все Ну сделали Обновление Хорошо Привыкнем Это обновление Мне не сразу Нравится Во-первых Это радар Это просто Какая-то Бредятина Какое-то Будущее Дота Там атмосфера Древности Понимаете Ну не всякие Там радары Космические корабли Там лазеры Скоро будут Это мне не понравилось Очень много Предметов Новых Опять же Тоже Как-то Бредово Но добавьте Вы там Один новый Предмет Который Не меняет Старые А здесь Давали Предметы Они все Практически Изменили Сборку Старых Предметов То есть И мне же Опять Нужно будет На сайте Это все Переделывать Это же Это не весело Это не смешно Даже Ну я переделал Я переделал Для вас Все Вся моя жизнь Все для вас Спасибо большое За просмотр Данного видео Я надеюсь Что оно было Вам полезным Поставь лайк Напиши комментарий Подпишись На канал